Алло Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Будем с вами знакомы, меня зовут Вероника Я финансовый эксперт на инвестиционном проекте При поддержке Газпрома Звоню касаемо оставленной вами регистрации Помните? Да, Вероника, я вчера оставил регистрацию, да? 30 числа, сегодня в 9.28 Нет, этого не может быть Вы смотрите, Сергей, не суть до дела, когда вы ее оставили Вы мне лучше скажите, вы вообще про инвестиции что-нибудь знаете, может быть, слышали, читали? В общих чертах, как и все люди Я вас поняла Скажите мне, а вы вообще ищете себе основной заработок или дополнительный? Скорее, дополнительный Дополнительный, а сами в какой сфере трудитесь? Я астроном В обсерватории работаю Научным сотрудником Астроном? Да Очень интересно А давно работаете? Я думаю, лет 12 уже Ничего себе Это, конечно, очень интересная работа Я бы хотела такую работу Но здесь связала цена Окей, вы скажите мне Вы, вы думаете, на какой-то ход заполнительный Хотели бы вы идти с системой? Ну, я на самом деле не совсем искал доход Просто мы получили премию по итогам года И я подумал, куда-то бы ее положить, наверное, надо Под проценты Это правильно, конечно Деньги, но все работают на вас Потому что если они будут лежать под мократом, они будут обеспечениваться Поэтому это очень правильная, мудрая решение На нашем проекте, Сергей, у вас будет пассивный доход ежемесячный И от 17 до 23 процентов Как вам такой показатель? Я даже не рассчитывал на такой доход Я вообще на доход не рассчитывал Я просто хотел, чтобы инфляция эти деньги не съела Сохранить свои финансы, да? Конечно Это правильно Поступают умные люди, да, сохранить А здесь все получится и дезорь сохранить, но и все и приносы Так как мы работаем в долларах на мировом рынке Американско-европейском, вот Если вы сможете, да, твердой воды здесь сохранить свои финансы Ну, еще все умно дать Видимо, разобраться, да? Ну, наверное, да Я имею в виду, вы понимаете, да, о чем я говорю? Ну, да, я понимаю, конечно Вероника, а как называется ваша компания? Вы инвестиционный проект при поддержке КАК-ФРОМ В каком инвестиции? Так, я не очень понял, проект или компания? Меня интересует компания Смотрите, в компании ГАЗПРОМ есть проект Один из дочерних проектов компании Я правильно понимаю, что вы звоните непосредственно из компании ГАЗПРОМ? Или из ГАЗПРОМ Инвестиции? Откуда вы звоните? ГАЗПРОМ Инвестиции Компания ГАЗПРОМ Инвестиции Вы оттуда мне звоните, правильно? Да, все верно Хорошо Смотрите, да С нами у вас будет пассивный доход от 17 до 23 Также вам скажу, что мы работаем с вами не за спасибо У нас здесь свой коммерческий интерес 20% но только от 20 прибыли То есть мы можем заработать и в конце календарного месяца Вы нам будете на предоставленные реквизиты Обваться вы 20% от 20 декабря Как вам такие условия? Ой, Вероник, вы знаете Я бы не хотел заниматься никакой торговлей От слова совсем Я бы хотел просто какие-то акции приобрести И пусть бы они лежали Я просто очень занят У меня нет времени этим заниматься И я в этом ничего не понимаю а время свободное вы тоже не найдете для этого но я же сказал что я ну я просто поздно приезжаю домой да это проводим нет это все слишком сложно для меня зачем это мне нужно я просто хотел денежки положить куда-то я просто хотел чтобы у меня был процент чуть больше чем в банке например а тут что-то сделки открывать какие сделки да мне не нужна прибыль вероника мне не нужна прибыль мне нужно чтобы просто эти деньги не съела инфляция зачем мне прибыль я бы в принципе готов был бы их просто менять на какие-то акции пусть бы они лежали да тут же газпром например который сейчас вот растет растет потихонечку и все бы я не знаю как это называется по научному вот просто ну да наверное на долгий срок совершенно верно да я не ищу что выгоднее у меня конкретная задача просто сохранить свои деньги мне выгода здесь совершенно не нужна я вас поняла ну смотрите здесь у вас есть эта возможность сохранить ваши деньги так но даже есть возможность их приумножить 15-20 минут вы согласитесь это немного всю работу да 80% мы делаем за вас вам остается только нажимать эти четыре кнопки ой ну не знаю ладно ясно ну расскажите как это будет происходить я вам подбираю цейдера который будет готовить профессиональные сделки под вас вот это будет принимать у вас 15-20 минут два три раза в неделю вот вы все договорились там в понедельник на 18.00 влетали открыли сделку закрываете вы сделку закрываете заработали для того чтобы нажать на банк через кнопки много времени понадобится буквально 15-20 минут увидели свою систему вот в таком формате мы с вами должны работать вам нужен будет только мобильный телефон и интернет понятно ну я не рассчитывал конечно работать но давайте попробуем может быть вы как говорите или призываете что это будет сложно ну просто мне это не нужно не то чтобы это будет сложно зачем мне это нужно я получил премию я хотел ее сохранить а тут чего-то открывать закрывать какой-то трейдер какие-то сделки созвоны какие-то я не уверен что это мне нужно конечно да 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 ну это уж и банковское дело главное чтоб он мне их вернул в целости и сохранности еще бы чуть-чуть бы прибавил бы вот это было бы здорово ну так ведь вклады в банки застрахованы а у меня там сумма то небольшая совершенно я думаю что у меня по страховке если что-то случится мне же выплатит все денежки мои ну это конечно наши условия лучше тем что вы очень переживаете за время я так понимаю да вы не хотите работать в этом направлении вы не хотите заниматься всей вот этой вот волосицей но поверьте моему мнению если это вообще ничего сложного у вас там правда я вам проведу субъект у них будет всего 4 часов ничего сложного это 15-20 минут до самого времени не согласитесь что это немного вы будете сохранять свою прибыль она будет лежать там в твердой полюте ну да и в ответственную инфляцию у вас еще и будет возможность эти финансы умножать потому что деньги должны работать на вас ну давайте попробуем ну как здесь просто так конечно вы мне что даете вы гражданин Российской Федерации я правильно понимаю ну конечно а сколько вам полных лет? 45 45 45 у вас протокол? такой молодой вы телефоны так и не сможете спасибо спасибо а с долговыми обязательствами аресты такого ничего у вас нет? какие аресты? счетов да вы что а что там какие счета то зарплатная карта моя? да ну я вас поняла смотрите тогда я предлагаю нам с вами поступить следующим образом вот мы с вами начнем сотрудничать откроем ваш личный инвестиционный счет вот я помогу вам его создать проведу в нем экскурсию экскурсию по моему счету мы с вами начнем с максимальной суммы это 8400 рублей потому что ну вы можете конечно если желаете положить в пульсе но я хочу чтобы вы понимали что эта сфера работает увидели все сами убедились поняли что в этом нет ничего сложного а что 8500 то так я хотел свои деньги взять положить свои 600 тысяч и пусть бы они там просто смотрите мне на самом деле нет разницы вы подположите сразу 100 тысяч рублей пусть 8500 не важно чтобы вы поняли что эта сфера работает увидели свои первые результаты во всем убедились сами и далее уже мы бы с вами увеличивали вас понимаете? нет если а что есть какие то сомнения? что мы хотим вероника а у вас есть сомнения что это будет работать да? нет вы просто нет работать это будет 100% потому что мы с вами будем открывать не одну сделку а порядка семи безумений нифига себе вот я вляпался простите я вам почему да? предлагаю начать с минимума вот потому что вы человек новый поэтому мне это не важно так все таки какая то закавыка в этом существует да? которую вы мне не хотите сказать не знаю какая почему вы не хотите мне позволить проинвестировать все деньги нет вы можете проинвестировать все деньги просто обычно новенькие люди мы предлагаем начинать сносить биржот чтобы они не перезвивали но я так поняла это не ваш вопрос вы хотите сразу всю сумму правильно? ну я не знаю вот сейчас я уже сомневаюсь потому что вы сказали что а в чем сомневаетесь? ну вы сказали что нужно посмотреть там все такое нет вы смотрите вы же человек новый вы говорите что да? абсолютно вас вот вот график это все что там открывает закрывает это для вас сложно абсолютно сложно и непонятно конечно но вы сказали если будет специалист звонить ну тогда наверное вот ну а почему тогда 8500 то? ну вот у меня 600 тысяч есть которые я хотел куда то положить можете повторить кого вы хотели? у меня есть 600 тысяч премия моя годовая которую я хотел положить куда то на счет чтобы там капали проценты а вы говорите 8500 рублей ну что это такое? посмотрите мы как обычно просто подпекаемся с другими спортерами вот я вам просто объясняю вы можете начать с 100 тысяч так вам удобно просто так как вы в этой сфере еще да? не работали не знаете поэтому я вам предложила вот такой вот вариант значит может что то случится да? может что то пойти не так ничего не может случиться обычно просто у нас новые партнеры они очень переживают они не понимают как работает эта сфера они не понимают какой у них будет результат для этого мы вот такие вот условия предлагаем мы работаем с ними так день два они видят начинают понимать как это работает они связывают с трейдером открывают свои первые метры сделки видят свой первый результат могут его вывести и далее уже естественно они увеличивают и мы с этими нашими портнерами продолжаем сотрудничество сборно долго потому что мы заинтересованы со всеми на долгий трог понимаете? на другий трог ну вот хорошо у нас есть коммерческий интерес то есть 20% у нас конечно же есть партнеры которые приходят сразу и инвестируют суммы которые они запланировали есть партнеры которые инвестируют даже не 100 тысяч рублей а гораздо больше но я вам это предложила потому что вы сейчас новенький человек чтобы вы увидели и поняли ну у вас такой голосочек Виктория что как будто вы тоже работаете вот недавно а вероника прошу прощения да вы давно работаете да в газпром инвестиции 5 лет в газпром инвестиции работаете да да повторите вы работаете вы работаете в газпром инвестиции 5 лет да да а что у меня молодой голос ну конечно такой звонки такой звонкий колокольчик я еще и молодая мне всего лишь 35 у меня скажи ну да в общем то конечно можно так сказать а до этого вы где работали Вероника до газпром инвестиции до этого до этого до этого я работала просто в банке тассиром потом нашла газпром инвестиции проходила практику но вместе с тем этим практику я работала в банке до газпрома я просто вышла замуж где-то в 30 да а понятно то есть вы вышли замуж где-то в 30 да получается это в 28 в 28 ну нормально да ну вышла раньше ну я замуж беременная просто а ага понятно поняли да да вот так вот у меня в жизни да ну да жизнь то она у всех по-разному протекает ну конечно все мы разные по-разному мыслим все свое представление о том как мы должны жить вот у меня вот такая вот история давайте тогда будем с вами что-то пробовать договорились что-что я говорю будем с вами пробовать сотрудничать ну давайте давайте сначала вы обо мне все расспросили теперь бы я у вас что-нибудь бы спросил а вот это газпром инвестиции Вероника я вот такой организации по-моему не существует в природе газпром инвестиции не существует ну по-моему нет у вас вот вы когда устраивались на работу у вас трудовые книжки как ваша организация называется так подождите проект это шут с ним не проект а компания как называется в которой вы работаете вы сказали газпром инвестиции конкретно мы это анализирующий проект нет подождите вот газпром инвестиции я вот забил в интернете такой компании нету вы что-то напутали наверное мне же нужно понимать с кем я буду работать газпром инвестиции холдинг сейчас попробую это набрать газпром инвестиции холдинг так нет такой компании вероника ну что ж такое чего-то мы с вами не так понимаем вот смотрите сразу первая ссылка газпром инвестиции разрушить пароль информация для акционеров и инвекторов по газпром какая ссылка вы говорите а давайте проще поступим дайте пожалуйста по ннн вашей компании я сейчас по ннн однозначно в руспрофайле вас идентифицирую вот я открыл руспрофайл какой ннн вашей компании пишите пишу 77 так 36 так 0 так 5000 5000 5000 ровно так 3 3 вот так это ПАО Газпром это не газпром инвестиции Виктория вы сказали что вы дочерняя компания Вероника ну дочерняя компания это же чего это же отдельное юрлицо понимаете что это дочерняя компания она дочка она отдельное юрлицо она должна иметь свои реквизиты а вы говорите Газпром не может быть дочка без юрлица что это за левая контора какая-то у Газпрома я не понимаю у Газпрома нет левых контор как вы выражаете ну так вот получается что не существующая Газпром инвестиции компания дочка она же по документам то нигде не проходит она в России зарегистрирована конечно в России одну минуту Сергей да пожалуйста я чуть запутался совсем слышите меня? конечно слышите сейчас минуточку записываю а это ты Вероника я записываю что-то со связью да наверное у вас слышит а вот что-то да не понимаю плохо вас слышит повторите записываю я Вероника что же за беда такая со связью может у вас какая-нибудь плохая эпителефония? нет вообще все в порядке вы сюда первый у меня такой о прекрасно тогда я записываю пишите 500 как еще раз 500 а 500 да хорошо да 500 302 302 302 96 96 49 49 вот Газпром инвест холдинг да? да ну вот а вы говорите Газпром инвестиции ну что же вы так угу угу понятно да теперь-то понятно кто вы теперь-то все понятно а что же вы не помните где вы работаете да? ну конечно ну речь-то о деньгах идет как же не переживать мне так странно ну естественно ну естественно тем более вы сами сказали что есть повод насторожиться что не надо все деньги сразу вкладывать значит какой-то есть подвох вот и поэтому это вы так это приняли я вам сказала что для нас новых партнеров которые в этом не понимают угу угу у нас есть вот такой вот минимальный пакет ну понятно разобрались с вами в этом ну я понял как ваша компания называется да теперь-то понятно а то было так странно что девушка звонит из несуществующей компании вот ну вы просто подзабыли наверное как называется ваша организация где вы работаете так бывает наверное нет так не бывает Сергей потому что смотрите вы новый человек у нас обычно 80% наших партнеров новенькие все пугаются пугаются? угу конечно все переживают как и вы за деньги не ну мы не берем ваших личных данных вы не даете нам ваше финансовое управление смотрите у вас свой личный счет как в банке доступ есть только у вас а где этот счет то будет есть только у вас а где счет вероника у вас да открывается на торговой площадке при гостром торговый счет будет на площадке да 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 а как это вот смотрите для того чтобы да инвестиции эти сделки открывать и закрывать я вам помогу открыть вас личный инвестиционный счет на площадке сад стром фрейдер вам поможет его на строй слушайте счет на площадке а это надежное место для счета а почему вы думаете что оно будет ненадежное ну потому что вот когда счет в банке вот это я понимаю мои средства надежно там хранятся а на какой то площадке как это может быть торговая мировая площадка торговая мировая площадка вы считаете что это ненадежно а я не слышу я не знаком с этой дамой которая именуется торговая мировая площадка познакомьте познакомьте меня с торговой мировой площадкой я просто не знаю что это мы с вами будем открывать ваш личный счет и там у вас будут сделки ну я понимаю если мы с вами приступаем к сотрудничеству так я вам направляю направление на регистрацию там вы будете регистрироваться то есть у вас свой личный инвестиционный кабинет вот этот вот подождите счет токен и пароль вы себе придумали Вероника ну все я все опять запутался вот я понимаю что у меня счет есть в банке давайте распутываться да вот у меня например в сбербанке есть счет а личный кабинет у меня в интернете я в личном кабинете могу контролировать банковский счет который находится в банке а у вас вот прям все одно вместе все одно тут же и счет и личный кабинет нет не так Вероника помогаю вам да застать в интернете на газпроме инвестиционный счет в интернете на газпроме не очень понимаю как это нет то что потом неважно давайте так вот смотрите я перечисляю деньги на газпроме а как это на газпроме объясните пожалуйста газпром инвестиций там будет отличный инвестиционный счет газпром инвестиций это что Вероника что такое газпром Вероника вы путаетесь в показаниях В «Газпроминвестиции» мы сказали, что это проект, который принадлежит «Газпроминвестхолдингу», а инвестиционный счет может быть только в финансовой организации, ни на каких площадках, ни в каких проектах счетов быть не может. Кому я буду предъявлять претензии в случае, если что-то с моим счетом пойдет не так? Какой площадке? А что-то должно пойти не так? Извините меня, в договоре же у нас все прописано, все форс-мажоры. Вот что случится, если у меня что-то будет со счетом не так? Если с моим счетом что-то бывает не так в банке, объясняю. Допустим, я пополняю со счета свой телефон, а деньги не приходят. Тогда я звоню в банк и говорю, ребята, у меня не пришли деньги на телефон. Скажите, была транзакция? Они говорят, да, вот, или нет, еще не была. А к кому я могу обратиться, если что-то не так будет с моим счетом, который находится на какой-то площадке проекта? Что это за площадка проекта? Объясните. Нет, подождите. Меня волнует, в первую очередь, что могу не увидеть своих денег я. Что? Я говорю, повторите, что вы говорите, я вам... Вы говорите, что вы моих денег не увидите. Но то, что вы их не увидите, это меня волнует во вторую очередь. В первую очередь, меня волнует, что могу не увидеть своих денег я, понимаете? Если они будут лежать на какой-то площадке, в каком-то проекте. Деньги должны лежать в финансовой организации, понимаете? В который я могу обратиться В случае чего-то Вы же сами видели ЛН Вы открыли, посмотрели Ну, это Газпроминвестхолдинг А вы сказали, что деньги находятся На площадке Газпроминвестиций Как это так? Что такое площадка? Что такое Газпроминвестиции? Это же какой-то проект Он есть, но там нет Каких-то людей, понимаете К которым я мог прийти и сказать Ребята, вот вы Юрлицо Вы отвечаете за мои деньги Которые у вас лежат Ну и что? Посмотрите, последнее Вообще вас очень плохо Где будут лежать мои деньги? Алло Опять что-то со связью Да что ж такое-то, а? Как вопрос, так со связью проблемы Алло Вероника Не, ну если Газпром Экономит на связи То что-то мне как-то все это не нравится О, появилось А мне подошел технический отдел А, подошел технический отдел, понял Целиком, во всем полном составе К вам подошел, да, Вероника? Нет, не во всем Руководитель технического отдела По поводу площадки, да Да А, вы не очень Копенгаген, да, в этом вопросе? Ну дайте мне кому-нибудь компетентно Я не понимаю вас Ну вы не очень понимаете, да В том, что вы говорите Дайте-ка Да, очень понимаю По поводу площадки Вот сейчас вам объясняют Да, пожалуйста Алло, здравствуйте, Сергей Да, да, здравствуйте Здравствуйте, Арсул Техническая поддержка Вот Помощница Вероника вам набрала Вам объяснить, да Что-то непонятно Простите, Артур, да Вас зовут Артур? Да, да Меня зовут Артур Вот эта девочка Она просто несла сейчас Такую пургу Что просто нет слов И при этом она уверяет Что она работает 5 лет Все началось с того Что она представилась Будто бы она работает в компании Газпроминвестиции То есть в несуществующей компании Пока мы разобрались Что она все напутала И оказывается она работает В Газпроминвестхолдинге Хорошо, разобрались Ну да, да Потом начали говорить О моем счете Который будет Следите за руками Как говорится Находиться на площадке На Газпроминвестиции Который находится В Газпроминвестиции Вот, понимаете Она находится на какой-то площадке Что в принципе невозможно Потому что счет всегда Это не площадка Это является Вот смотрите, да В банке есть А какие варианты счетов Да, то есть это дебют Или просто Это дебютовая карта Где как раз И привязан счет Мама дорогая Строните просто Ваши собственные деньги Плюс есть кредитный счет Да, где как раз Таких кредитный Это что у вас Не есть Не хочет Счет Еще четвертый вид Это как раз Дебютовый счет Да, где как раз Счет проводят Операции по сделкам Да, зарвлечения Сделок Против Счет Я так понял Но неправильно Вам просто выразилось С типами счетов Прекрасно Разобрались Где будет Счет находиться Пиздец Артур Можно я вас остановлю Артур Вы сказали Что деньги будут лежать В Газпроминвестициях Да мы же с этого начали Что Газпроминвестиции Не существует В природе Это проект Ну, блин Ну что ж Проект Так правильно Но через что Мы как раз С вами будем инвестировать Правильно Ну Как через что Артур Ну ведь Деньги должны лежать Вы сейчас Меня с ума сведете Деньги-то лежат Должны лежать В организации А не в проекте Ну Вот скажем Да, слушай Платформа Да, как банковское приложение Так Все, стоп, стоп Давайте так Платформа Это банка Как банковское приложение Хорошо Едем дальше Вот На банковское приложение Сверо Счета лежат? Нет Банковское приложение Никаких счетов Там лежать не может Это просто отображение Счет А где же вы А счета в банке Правильно Ну так правильно Так вы же пытаетесь За это как раз Ну, зацепиться Я вам пытаюсь Я не зацепиться Я пытаюсь понять Все очень странно Пока До сих пор Счет лежит в банке А приложение Показывает Что с моим счетом Происходит Я смотрю на него Через приложение А здесь значит Да Ну вот Вот что так же Вы же заключаете Открывать Счет Непосредственно Создаете Свой личный Сторговый счет Где? Как в банке Когда вы открываете Где я У вас Где я создаю этот счет? Где этот счет Будет создан? Ну так Сразу при открытии карточки Вам не привязывается Счет Какая карточка? У вас Где я создаю счет? Не важно Дебетовая кредита Не важно Счет Счет Происходит Карточка Вообще-то Ни при чем Артур Карточка Это доступ К счету Это ключ Да Слушаю вас Есть доступ Есть доступ К счету А карточка Когда заканчивается И вы вам Выдают новую У вас вторая карточка Привязывается К автоматическим счетам Когда вам делают Перевыпуск карты Правильно? Я же не говорю Что счет меняется Я говорю Что карточка Подвязывается Под счет Ну точно так же Ну точно так же Только карточка Для проекта Для заключения Не нужна Вы открываете Просто свой Собственный счет Инвестиционный счет Как я вам говорил Что есть Инвестиционный счет Тебетовый счет Типа Инвестиционный счет Инвестиционный счет Инвестиционный счет Инвестиционный счет И происходит Заключение сделки С этим разобрались Скажите пожалуйста Вот я Предельно четко Формулирую вопрос В каком Учреждении Будет открыт счет В каком Учреждении Будет открыт счет В каком Учреждении Будет открыт счет Именно так Я выбрал Ну слава богу Наверное В Газпромбанк Может быть Да Или просто Сам Газпром Газпром Так смотрите Просто Вы задаете Не очень корректный вопрос Нет Вы не очень корректный Ответы даете Подождите Давайте просто Пример Вот есть компания Синьков Правильно Давайте без аналогии Давайте говорить Конкретно о вашей компании Нет Я вам объясняю аналогии Чтобы вы поняли Понимаете Чтобы и мне И вам легче было Понимать друг друга Есть непосредственно Синьковбанк Правильно Все есть И счета Правильно Или нет Как в Газпром Как в Газпроме Можно открыть счет Газпром не принимает счетов Вы мне Ответьте на вопрос Просто Есть отдельно Тиньков банк Есть отдельно Тиньков банк Да Совершенно верно Есть отдельно Приложение Тиньков инвестиции Да или нет Есть приложение Тиньков инвестиции Да Вопрос Есть отдельно Газпром банк О Наконец-то Вот и все Что требовалось Узнать Значит будут Деньги лежать В Газпром банке Подождите Сергей Чтоб мы друг друга Не путали Вы мне ответили на вопрос Да или нет Да Газпром банк Есть Да А теперь Аналогия Если есть Тиньков банк И есть Тиньков инвестиции У Газпрома Точно так же Потому что Газпром распространяется На разные сферы Кроме инвестиций Банковских сфер Вы еще знаете Медийные Перерабатывающие И добывающие Есть отдельно Газпром банк Есть отдельно Газпром инвест Непосредственно Вы будете Открывать свой счет Точно так же Как вы Еще раз Газпром банки Газпром инвест Где будет счет Счет где будет Фраза-то Ответь-то простой Счет будет И слово Где будет счет Находиться Так вы не понимаете Смотрите Еще раз повторяю Отдельно Берем пример Где будет находиться счет Где будет находиться Мой торговый счет Через Газпром Инвест Непосредственно Газпром Инвест Мой счет будет Находиться в Газпром инвест Правильно? Газпром Инвест Абсолютно верно Ответ Ты видите Какой простой В дальнейшем В дальнейшем Когда вы Будем с вами Расыпать Открытие Торгового счета Вы непосредственно Регистрируетесь Как в банковском приложении Что просто Через банковское приложение Что Тинькофф Инвестиции Подождите 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 Артур Нет Вот надо подчеркнуть И точечку поставить Хорошо Договорите Пожалуйста Да Я говорю Договорите Пожалуйста Договорите Если нужно Вы непосредственно Открываете счет Самостоятельно Создаете Свой логин Пароль Идет привязка К вам по счету Вы открываете Смотрите Я продолжил В экскурсии Восредственно Моя помощница Вероника Проведет вам Экскурсию По данным вопросом Если будет Возник Возникать какие-то вопросы Без проблем Она свяжет меня С вами В крайнем случае Будем Подождите Верон Поискру С вами Что-то Вас не узнает Думаю Вы это понимаете С этим разобрались Нет Не разобрались Нужно поставить точку Подвести черту Значит Мой счет Будет В Газпром Инвест Правильно Счет Будет В Газпром Инвест Давайте Подведем черту Изюмируем Все Прекрасно Теперь Следующий вопрос Газпром Инвест Занимается Арендой И управлением Арендованным Недвижимым имуществом Он не открывает счетов Как вот тут Вот этот нюанс Нам разрулить Я сейчас Нахожусь На страничке Газпром Инвест Это в РУСПРОФЛАЙМЕ Да А теперь Давайте посмотрим С вами Можете даже Открыть Если вы хотите Проверить Давайте Можете просто Открыть Газпром Дочерняя компания И вы как-то не увидели Чего открыть Еще раз Что Как минимум Есть Открыть Что Артур Подразделение Что есть Три подразделения Газпром Инвестиции Первое Что вы сказали Второе Это непосредственно Инвестиции Которые Распределяет Там Газпром Которые Компания Он инвестирует Это Либо Риспространение На свои Личные Средства То есть Это Инвестирование В свои Проекты Как вы знаете ТНТ Медиагрупп Газпром Медиагрупп И инвестирование Непосредственно В различные Компании И Третья Компания Непосредственно Наш Проект В котором Непосредственно Мы Открываем Сами Сделки Где Мы Проводим Открытие Сделок Подразделение Это Отдельная Юрлица Или Это Все Входит В состав Газпром Инвеста ООО Газпром Инвест Это Все Распространяется Это Три Разные Компании Давайте Найдем Тот Самый Газпром Инвест В котором Будем Открывать Счет Как его Найти В интернете Продиктуйте Просто Инн Давайте Просто Инн Продиктуйте Пожалуйста Как писал Сергей Довлатов Бескорыстное Вранье Это Почти Поэзия А вот Небескорыстное Наверное Не поэзия Да 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 Я прямо Сейчас Пробью Рус Профайл Да Семьдесят Семьдесят Восемь Семьдесят Восемь Десять Десять Сорок Восемь Сорок Восемь Тридцать Три Тридцать Тридцать Четыре Тридцать Четыре Ну вот Мы попали с вами На Газпром Инвест Смотрите Чем он занимается Строительство Инженерных Коммуникаций Для водоснабжения И водоотведения Газоснабжения Тут Никаких вкладов Он принимать не может Никаких счетов Он принимать не может Счет не может быть В нем находиться Да Так вы Открыли Первый Попавшийся Давайте Вторую Откроем Хорошо А разве Могут быть В РУСПРОФАИЛе То есть Могут быть В РУСПРОФАИЛе Вы думаете Я не понимаю Где В какой Сфере Нахожусь В каком Подразделении Ну вот Вы знаете У меня такое впечатление Что вы не очень Понимаете Где вы находитесь Да Ну я думаю Вы понимаете Лучше меня Ну а вот У вас в трудовой книжке Что написано Как называется Организация В которой вы работаете Компании как Газпроминвест Не должность Учреждение Ну вы только что Сказали Газпроминвест Теперь уже Газпром Ну давайте еще раз Организация В которой вы работаете Четко Организация Только название Организации Четко Название Организации А вот Что оно вам даст Вот давайте Мне просто интересно Потому что Наш разговор С вами просто Уходит в тупик Понимаете Я просто Не понимаю По нему По нему По нему Понятие Чего Пытает Это даст Не мне Это даст вам Это даст вам Легитимность Это понятно Значит Что вы работаете В настоящей компании Вы не Жулики Понимаете Где будет открыт Старговый счет Не звоните Правильно Газпром Газпром Давайте Давайте Подумаем Просто Логично Давайте Вы просто Скажите Где вы работаете Артур Не будем думать Скажите Я вам уже 15 раз Сказал 15 раз От этого Суть не поменяется Прямо 16 раз Газпром Инвест Это правильно Да Аналитический Чего Аналитический Аналитический Какой аналитический Еще раз таки говорю Я Артур Веречен Да Артур Фамилия Веречен Я Я являюсь Дарщик Аналитического Отдела Компани Газпром Подождите Вы сказали Что у вас Газпром Инвест Какой Газпром Так вы В Газпроме Работаете Не надо Разбирать Скажите Где вы Работаете Артур Ваша Задача Сейчас Убедить Потенциального Клиента Что вы Нормальной Регранизацией Работаете А вы Петляете Как Заяц Еще раз таки повторяю Нет Без разницы Будете ли вы со мной Работать Или нет Заинтересованность Не от меня зависит Потому что я вам Продолжение От вас Дорогой мой Зависит заинтересованность От вас Зависит заинтересованность Я У меня 3677 Мартнеров Которые Я не могу Нифига себе Вы Многостоносен Какой От вас Смотрите Еще раз Смотрите От вас Моя заработная Оплата Не зависит Ни в коем случае То есть Вы сейчас Как бы Мне говорите Что Чувак Ты можешь Проходить Мимо Да Мы с тебя Не заинтересованы С тобой Работать Ну Это не я Вас должен Заинтересовать Это Вы должны Меня убедить Что я Действительно Хочу с вами Работать Потому что Это будет Выгодно И мне И вам Артем Артур То есть Вы меня Питаете Вы меня Ну Вы мне Питаете Сказать Что Я вот Должен Снять Вас на коленях И говорить Сергей Пожалуйста Нет 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 Никакие Убеждения Не работают Только факты Только факты Никаких Убеждений И просьб Я не реагирую Ни на какие Просьбы И убеждения Понимаете Я просто Понимаете Если я вам 16 раз 16 раз 12 раз Смотрю Вам в любом случае Вам будет Цена Потому что Чтобы вы Убеждения Это все равно Будет Практически Понимаете Если вы хотите Прямо Это подготовка К сливу Теоретическую Информацию То есть Эта информация Вся Предоставлена На сайте Так на каком Сайте На сайте Какой Компании Вы же Из разных Компаний Все время Представляетесь Я вам Отправлю Направление Чтобы вы Посмотрели Вы меня Не слушаете Просто А вы Сказать Не можете Где вы Работаете В Газпроме Или в Газпроме Инвести Какой Смысл Если Я вам Еще раз Повторю Что Изменится От этого Так Мне Нужно Понимать Вы В Газпроме Инвестили В Газпроме Вы Один раз Говорите Так Другой Раз Так Что То есть Так Это Ваше Лицо Это Ваша Легитимность Понимаете Я У меня Отвечаю На Ваш Вопрос Потому Что Я Повторя В 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 Мотивы У В Вероники Какие Были Мотивы Мне Не Отвечать Я Понял Почему Вы Не Хотите Мне Ответить На Вопрос Где Вы Работаете А Почему Этого Не Могла Сделать Вероника Что Это У Вас Там За Тайной Мадрид Точно Так же Как И Вы Совершенно Верно Из Разных Компаний Она Представилась Три Раза И Каждый Раз Она Работала В Разном Месте Она Работала В Газпроме Она Работала В Газпром Банке Она Работала В Газпром Инвестициях Работала В Газпром Инвестициях Я Не Понимаю Ребята Послушайте Это В Одной Организации Это Говорит Сотрудник Ничего Себе Это Разные Организации А Некоторых Вообще Не Существует В Природе Да Кого Не Существует В Природе Да И Поэтому Люди Которые Работают С нами Они Просто В Облах В Газпром Инвестиции Не Существует В Природе Конечно И Тинькофф Инвестиции Не Причем Тут Тинькофф Не Надо Валить Больной Головы На Здоровую Это Что-то Такое Знаете На Пыльном Глазах Что-то Такое Облачное Слушайте Вы Как-то Очень Странно Рассуждаете Что Вижу То Пою Называется У Меня Перед Глазами База Юридических Лиц Давайте Лучше Скажите Где Вы Работаете Я Знаю Но Неплохо Бы Знать Где Я Открываю Этот Счет Проблема В том Что Мне Внятно Не Было Сказано Где Открывается Счет А Потом Оказалось Что Вы Сами Не Знаете Даже Где Работаете Артур Ну Как Так То Хорошо Где Находится Торговый Счет Давайте Откроем Торговый Счет Где Мы Его Открываем Счет 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 Что Я Начал Сказ Вам Уже Действительно Внятно Ответили Нормально Где Мы Работаем Где Мы Что Бо В дальнейшем Я Не Сказал Вы Это Будете Просто Ухать Нем Лучше Вот И Я Теперь Очень Осторожно К вам Отношусь Конечно Объективные Просто Аргументы В этом Будут Просто Работать Я Не Первый Раз Не Работаю Понимаете Первый Раз Я Прекрасно Понимаю А Почему Вы Подвели Диалог В Так Угол Так Сказать Что Он Становится У Нас Таким Вот Сложенным Почему Сразу Было Не Сказать Что Мы Работаем Вот Там Вы Очень Странный Менеджер Я Должен Сказать Но Вы Каждый Раз Смей Говорите В новом Свете В новом Ключе Давайте Так Чтобы Мы С вами На Примере С вами Получалось Хорошо Разговаривать Давайте Будем С вами Примерами Разговаривать Нет Давайте Не Примерами Примеры Могут Быть Некорректны Ну Просто По Дефолту Они Не Могут Быть Всегда Корректны Если Примерчики Я Думаю Вы В любом Ключе Не Отзываете Мы Это Примерно Давайте Продолжим Соком Сор Сейчас Противников Инвестиций Вы Мне Приведете Примеры Нет Сибер Декор Я буду Наводить Ну Хорошо Я слушаю Вас Вот Вы Смотры Компании Газпром Так С самого Начала Компания Газпром И Вы В принципе Знаете Подразделение Компании Газпром Подразделение Я Не знаю Я Знаю Что Есть Например Газпром Инвест Компания Но Она Отдельное Юридическое Лицо Она Не Подразделение Она Отдельное Юридическое Лицо Газпром Банк Есть Оно Тоже Не Подразделение Тоже Отдельное Юридическое Лицо Вот Так Это Отдельное Юридическое Лицо Это Разные Компании Понимаете Так Вот Где Вы Работаете Даже Не Этот Главный Вопрос А Где Должен Быть Мой Счет Находиться Где Будет Находиться Мой Счет В Какой Организации Я С Оказалось Что Ребята Вы Просто Давайте Если Вам Прямо Интересно Максимально Полная Юридическая Контактная Информация Не Надо Мне Контактной Информации Ручку Листочек Записывай Да Я За Компьютером Сижу Давайте Говорите Итак Полное Юридическое Номинование Общество Сограничено Бьют Барабаны Газпром Инвес Холдинг Газпром Инвес Холдинг Ну Наконец Это Это уже пятая Да Получается Пятая Организация Так Просто Понимаете О какой Сысл Говорите Газпром Инвес Полный Газпром Инвес Подождите Я же вам Говорю Сейчас Полный Мы Заходим На языке Пактов Гюрис Куденции Разговаривают Документации Поэтому Дописуйте Как Оно Есть В полном Юридическом Номиновании Подождите Наверное Основные Видео Действия Компании Я Эти Клининский Дэн Также Газпром Инвес Работает Еще Двяти Направление Это Аналитическая База Солян Газпром Портрели Работа Сомар Творец Размер Условного Капитала Компании 5,5 Миллиард Атруб Организация Начитает Атолчин Витя Компании Я просто Вам Передаю Рабочие Документы Ну Вы читаете С первой Страницы Сайта Компании Я понимаю Я читаю С листочкой Что У меня Есть Вот Я читаю Я нашел Дельчество информация, которая мне непосредственно лежит во столе моем, я взял, открыл, прочитал. А вот скажите, у вас в нижней строчке написано, что «Газпром Инвест Холдинг» не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. То есть это самодостаточная компания. Никаких дочек, никаких сыновей, никаких племянников нет у нее. Ну? Мы это с вами уже разбирали. А мы сейчас прыгаем от «Газпром Инвестиции». «Газпром Банк», «Газпром». Так мы с вами это разобрали, что у нас есть непосредственно распределение компании. Нету. Еще раз читаю нижнюю строчку. «Газпром Инвест Холдинг» не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. Она не имеет никаких связей с вашим... А при чем тут наличие филиалов? При чем тут наличие филиалов непосредственно... И обособленных подразделений. А мы сейчас «Газпром Инвест Холдингу» проскакали, миновав «Газпром Инвестиции», «Газпромбанк», «Газпром», «Газпроминвест», а оказывается «Газпроминвестхолдинг». Непосредственно сама работа на государственном проекте. Что делает? Это собирает информацию, делает активный анализ. Как раз таки сделано рынка международного, русского международного рынка, приспособление этой информации непосредственно на «Газпромбанк», потому что я не знаю, тайна для вас или не тайна, что «Газпромбанк», 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 «Кроме того, что «Полоти» выдает депозитные средства вкладчикам на выдачу кредита, так еще при этом занимается инвестицией этих денег вкладчиков на национальный проект. Ну хорошо, хорошо. Мы занимаем совокупность нашей работы, это предоставление аналитической информации. Непосредственно моя задача, чем я занимаюсь. Я вообще с партнерами и клиентами не разговариваю. Но для вас сейчас дело исключения. О, большая честь. Проясная деятельность. Очень приятно. Так, значит, мой счет где будет находиться? Я не договорился. А, да, простите, пожалуйста. Непосредственно мы предоставляем аналитическую информацию банку, «Газпромбанк», 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 «Газпромбанк». Ну, понятно. Шелуны. Ну что же, значит мой счет, подводим итог, будет находиться в Газпром Инвест Холдинге, правильно? Абсолютно верно. Слава Богу, наконец-то. Если мы предоставляем, то именно та структура здесь, если будет находитесь в вашем счет, в дальнейшем, когда я вам ссылку передам, вы поймете. Артур. Этим, я думаю, мы разобрались. Да, только один момент остается неясным. Дело в том, что Газпром Инвест Холдинг не принимает никаких вкладов, он не создает никаких счетов. У него другая, совершенно другой род деятельности. Чем он занимает? Непосредственно вся юридическая шапка, занятия, куда уходят капитал компании, БЦС-ки сделки не заключают. Ну, если вы хотите меня переиграть на моем же поле, у вас это не получится. Ну куда мне переиграть на вашем поле? Ну что ж, тогда мы переходим непосредственно к созданию счета. Что, что еще раз? Переходим к созданию счета. А, не понял. Еще раз повторите, не услышь, самое просто. Счет будем создавать уже? Да, конечно, без проблем. Конечно, само собой. У вас WhatsApp по этому номеру телефона? Нет, здесь WhatsApp нету. За что? А зачем нам WhatsApp? WhatsApp здесь нету, нету WhatsApp. Я понял. Ну а как? У нас в стране, знаете, WhatsApp практически каждый человек пользуется. Поэтому я решил спросить. Чего это у WhatsApp в WhatsApp? Чтоб счет создать, WhatsApp нужен? Ну что, смешите, что ли, меня? Я понял, юмор. Оценил. Не, Сергей, давайте так. Сергей, давайте так. Но, объективно, вы когда-то работали так, как мы работаем или нет? Я создавал счета. У меня есть счета в некоторых банках. WhatsApp ни разу не потребовался. Где? Где у вас счета есть? А, счета? У меня есть счет в Альфа-банке. Он не инвестиционный, он обычный. Но там написано, что можно сделать инвестиционный счет вот одним кликом буквально. Я понял вас. Давайте так. Я вам говорил о том, чтобы создавать счет в банке касательно инвестиций. А где он будет создан? Ну вот, видите. А вы говорите, а зачем нам WhatsApp? Ну вот, видите, как получается. То есть вы не знаете каких-то моментов и аспектов, а говорите о том, что как-то это не так. Нет, подождите, подождите. Через WhatsApp создавать счет? Странно получается, когда вы на СТО подъезжаете со своими автомобилями, говорите мастеру, не-не-не, этот двигатель так не чинится. Я смотрел, он чинится по-другому. Скажите, странно, да? Нет, но если вдруг, скажем, он будет мне пытаться залить воду в бензобак, или что-то в этом роде, я скажу, ребят, так не делается. Вода льется в радиатор. WhatsApp-то здесь при чем? Да, зачем? Я понял, зачем он будет лить воду в бензобак? Для того, чтобы вы не поехали, ему не заплатили, да? А вот зачем мне, чтобы создать счет, нужен WhatsApp? Объясните, пожалуйста. Да, да, все легко и просто, потому что вы будете создавать счет не в банке. Мы с нами работаем на международном направлении, причем тут банк вообще. Подождите, но счета создаются все равно в каких-то финансовых организациях, никак иначе. А что еще раз? Счета создаются только лишь в финансовых организациях, а более нигде они не создаются. Я понял, брокерский счет – это что? Брокерский счет – это счет либо в банке, либо у брокера, который имеет лицензию соответствующую на, так сказать, на хранение средств трейдера. Ну, давайте вот второй вариант, давайте с вами выбирать. Давайте. Значит, мы какого-то брокера, да, будем создавать счет? Ну, поняли? Не у какого-то брокера, а тут как бы, ну, все логично. Вы бы без брокера инвестициями заниматься не будете. Само собой, конечно. Это, знаете, есть зуб без ложки. Ну, конечно, конечно. Немножко абсурдное. Абсурдное. Ну вот. Так вот, я об этом вам и говорю. Для этого и нужен WhatsApp. Зачем? Для того, чтобы отбирать вам направление на регистрацию, для того, чтобы вы прошли регистрацию, для того, чтобы я вам все показал. А вот есть зуб без ложки, мне очень понравилось сравнение. А кто брокер-то у нас будет? Что-что? Брокер у нас кто будет? Не знаю, подберем. Так это же главный вопрос. Что здесь не знаю, подберем? Ну, ничего себе. Нет, ну, слушайте, вы очень как несерьезно к этому относитесь. С этого же начинается. Это вы немножко несерьезно относитесь. Это вы немножко несерьезно относитесь. Слушай, не знаю, подберем. А, там, неважно, подберем потом. Да вы что, Артур? Не, не подберем потом, а подберем в ходе работы. Вот давайте так. Вот вы сейчас играете в суточнице и пытаетесь мне объяснить, как строить дом. Это же немного несерьезно на самом-то деле. Вы знаете, я не знаю, может быть, как строить дом, но я буду строить его на камне, а не на песке. Поэтому все-таки я считаю, что выбор брокера... Вы будете строить его в песочнице. Вот такой маленький-маленький. Да, да, да. Это мы подберем. А, какой будет грунт, такой подберем. Я скажу по вашим знаниям, потому что вы спрашиваете то, что вы говорите. Подберем, по ходу дела там. Ну, будет там песок, ладно, ну, вода тоже, болото, фигня. Нет, давайте опередимся с брокером. Кто у нас брокер? Я же говорю, подберем. Я сейчас назову 10 из них по факту. Какой будет у вас в ходе работы, я не знаю. Нет, я не буду обы с кем работать. Мне нужно знать, с каким брокером я буду работать. Вы работаете не с брокером, вы работаете с нами. Алло. Очтитесь. Вы будете выполнять поручения брокерские или кто? Или брокер? Поручения брокерские, это что? Как работает брокер-то, вы понимаете? Трейдер дает ему поручения, брокер их исполняет. Купить то, продать и это. Я же сам не могу... Нет, 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 тормозите, 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 пожалуйста, себя, потому что, ну, смотрите, вот у вас понимание брокера, это какой-то человек, наверное, который вместо вас там занимается торговлей. Нет, мой дорогой, это так не работает. Брокер – это площадка, которая дает вам возможность покупать, продавать ценные бумаги. Если вы этого не знали, увы, не знали. Я всегда полагал, что брокер – это компания, а это площадка, оказывается. Ни фига себе. Слушайте, я действительно совершенно тёмный в этой сфере. Слушайте, если вы хотите дальше юморить, то вам дорога одному в мире инвестиций, где вы будете терять, а не рассказывать мне касательно всего остального. Давайте серьёзно. Давайте. Объективно. Брокер – это площадка, да, по-вашему? Да, это площадка. Рассказывайте дальше тогда. Тогда я дальше не знаю, куда двигаться. Что вам рассказывать? Я вам объясняю. Сейчас пройдём регистрацию. Дорегистрируйте. Пополните. Приступим к работе. Брокер кто у нас? Слушайте, вы, ну не знаю, вы издеваетесь? Я должен знать, с каким брокером я буду работать. С чего вы это? Подождите, стоп, оттормозите. С чего вы должны знать, что вы должны знать, с кем вы будете работать? Брокера убираю я, в конечном счёте. Почему? Потому что это мои средства. Кому я их доверю? Как Сергей, который не знает, что такое инвестиции, будет выбирать брокера, исходя из своих побуждений? Не побуждений. Мы же не банк с вами выбираем. Побуждений. Мы же не банк с вами выбираем. Мы решили, что деньги мы храним у брокера, правильно? У брокера открываем счёт. Вы только что сами сказали. Так мне не всё равно, у какого брокера я буду хранить свои деньги. Вы что? А зачем мне вам предлагать брокера, который имеет возможность потери ваших средств? А я вас не знаю, Артур. Вы сейчас так долго петляли и путались. Так вы ответьте, мне не нужно меня знать, не знать, лить свою воду. Вы уже сколько галлонов воды вылили. Вы можете просто мне ответить, зачем мне вам предлагать брокера, на котором будет всё плохо. Что я с этого получу? А что вы получили с того, что прежде чем окончательно мне сказать, где вы работаете, вы сначала мне сказали, что четыре назвали компании? Стоп. Вот в чём у вас было интересно? Стоп. Что? Ответьте мне на мой вопрос. Отвечаю. То я получу. Отвечаю. Если же. Давайте. Вы получите ровно то, что вы получили, когда мне отвечали на вопрос, где вы работаете. Вот что вы получили, когда вы четыре компании мне назвали, где вы работаете, и наконец-то мы пришли к тому, что вы работаете в Газпром Инвест Холдинге. А до этого вы назвали четыре компании. Вот что вы получили, то получите и в этот раз. Подобрав мне плохого брокера. А вы можете разговаривать не загадками, а сказать прямо, как она есть, Сергей. Вам принципиально лить воду? Вы водолей по гороскопу или что? Верно, я водолей по гороскопу. Итак. Сергей, слушайте, я объективно вам говорю, честно. Вы в свои года занимаетесь, но вот объективно, чем? Что вы сейчас делаете? Кому вы пытаетесь что-то оказать? Я вам задал обычный адекватный вопрос. Что я с этого получу? Я не хочу ничего доказать, я хочу понять. Это капризный вот этот ребенок, который пытается что-то кому-то доказать. Кому? Что? А вы как? Ну ладно, не будем. Я хочу понять, я не хочу доказать. Я хочу понять. Говорите, мой дорогой, говорите, говорите. Мне такое ощущение, что вы не очень компетентны в том, о чем вы говорите. У меня такое ощущение, что вы меня воспринимаете за какого-то менеджера. И вы думаете, что вы мой клиент, и я должен с вами быть добрым, хорошим, слушать вас и отвечать на ваши вопросы. В бизнесе, Сергей, мой дорогой, есть понятие партнерства. Есть две стороны. Если же одна сторона немного наклеит со своей стороны, то бизнес-отношений не существует. Поэтому, если вы думаете, что вы являетесь клиентом, и к вам должно быть отношение клиентское, я хочу вас огорчить. Это неправда. Продолжайте, пожалуйста. Сергей, understand? Yes, of course. Отлично. Отлично. Это хорошо. Мы с вами разобрали этот вопрос? Я очень сомневаюсь, что я хотел бы стать вашим клиентом, на самом деле, вашим партнером. Так вы не клиент. 3678. Ну почему вы такой железобетонный? Ну, я ж вроде говорил на понятном для вас языке. Я не использую, не знаю, латынь, либо же что-то другое для того, чтобы обвести ход своих мужчин. Вы используете другую вещь. Вы используете словоблудие. Вы просто вот бродите по словам, кидаете их горстями, набором. А вось я запутаюсь, а вось я что-то не пойму. Вот у меня такое впечатление складывается, понимаете? Слушайте, объективно, но правда, вот я сейчас на что трачу свое время? Ладно бы были какие-то адекватные, понятные вопросы. Я бы еще понял. Вопрос простой. Кто будет брокером? Простой, адекватный вопрос. Кто будет моим брокером? Объясняю вам, что брокер подбирается, исходя из комиссии, исходя из инструментария, исходя из того, что нам выгодно. Не вам, а нам выгодно. Потому что, Сергей, не вы нас сопровождаете, а мы вас сопровождаем. И условия, касательно брокера, вы никаких не ставите. Потому что вы в этом все разбираетесь. Очень слабая попытка доминирования. Я пришел с деньгами, я предлагаю деньги, на которых вам перепадет копеечка, мой процент. А вы сидите на телефоне и звоните. Понимаете, в чем разница? Какие деньги вы предлагаете? У меня есть сумма, которую я бы хотел вложить под хороший процент. Какую сумму? Конкретно это 600 тысяч рублей. Сколько? 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей? Чудесно. Я вам говорил о том, Сергей, чтобы начинать сумму в 600 тысяч рублей. Это я решаю, с какой суммы мне начинать. Ну что это? Ну что это за детский сад? Ну это я решаю. Я принес деньги, я руковожу парадом. Нет, это так не работает. Только так и работает. Нет, не хотите? Как хотите. А какой минимальный порог работы с вашей компанией? Сергей, я вам услуживать не буду. 600 тысяч, это все равно копейки. Это даже не миллион. Ну конечно, конечно, согласен. Объективно, Сергей, если вы думаете, что вы пришли с деньгами и будете чековать свои правила, я хочу вас огорчить. Мы так работать с вами не будем. Ну пойдете лесом, будет другая компания. Не будет вашей, у вас как собак нерезанных. И брокеров тоже как собак нерезанных. И я могу выбирать. А у вас даже брокеры выбрать нельзя. Что это за компания вообще? Вот за вашей пойдете лесом, я хотел вас спросить один интересный вопрос. Вы дурак? Это так разговаривают менеджеры Газпроминвест. Шикарно. А, это так разговаривают клиенты. Пойдете лесом, да? Ваша компания пойдет лесом, да. Вы понимаете, в каком смысле это сказано. Вы ко мне с деньгом пришли и ожидаете, что я буду к вам цветами или что? Это ваша личная компания? Я вообще-то имел в виду компанию. Вы владелец компании? Газпроминвест? Ну, а вы, а вы кто? А вы кто, Сергей? Ваша компания пойдет лесом, повторю. Я возьму другую компанию. Я могу выбирать, понимаете, в чем мое преимущество? Где вы потеряете? Где вы потеряете? Ну, возьмите, потеряйте, будете сидеть со слезами на глазах. Ради бога. Ну, мне не холодно, не жарко, честно, от этого. Ну, вот. Не холодно. Ну, хорошо. Тогда, значит, на этом и договорились, что мы друг другу не подходим. Я тоже не собираюсь работать в компании с таким отношением к клиентам. И с такой компетенцией менеджеров, надо сказать. Вы не клиент, Сергей. Очтитесь и очтитесь. Вы не клиент. Конечно, нет. И не собираюсь быть вашим клиентом. Больше скажу. Вам прислушивает какой-то менеджер, которым вы будете руководить. Объясняю еще раз, захочу, на пальцах. Это партнерство. В партнерстве вы не ставите свои условия. Вы пробуете договориться, но не ставите своих условий. Артур, вы очень много говорите. Наверное, вас заждались ваши 3677 клиентов, партнеров, то есть. У вас голова работает вообще на плечах? Исключительно трезво работает. Хорошо, как часики. Я говорю, у вас голова на плечах работает? Ответил уже. Вы плохо слышите? Алло. Начались проблемы со связью. Вы готовитесь слиться? Говорю. У вас голова работает? Ответ – да. Отлично. Если у вас работает голова, почему в вашей голове не работает логика? Моя логика работает. Отлично. Если у вас работает логика, почему вы сейчас купите? Опять же, ваше утверждение неверное. Вы петляете, вы врете, изворачиваетесь почему-то. Вы не мошенник случайно, Артур? Сергей, я ваш отец. Давайте без этого юмора. Он меня уже задолбал, честное слово, на самом-то деле. Потому что, поняли? Я за свой опыт, сколько видел человек, с которым я работал, сколько было человек, с которым я не работаю. Я сомневаюсь, что вас держат на работе. В нормальной конторе могут держать на работе человек с такой компетенцией, который не может сказать, где он работает. Когда вы начнете думать головой немножко, а не причинным методом, тогда вы будете себя вести в обществе адекватно. Да, вот, это наша лексика. Извините за выражение, напущенный какой-то человек, и указывать мне какие правила и что-то подобного характера. Артур, вот этот образ шныря с одесского привоза вам подходит больше всего. Вот эта кепка, шнырь с одесского привоза, такой низкорослый в кепке, с окурком, с дыркой в зубах. Вот этот образ вам подходит больше. Просто, просто, но просто человек вода. По делу ни одного слова. Просто, лишь бы воду лить, либо что-то придумать. У вас в жизни нет ни общения, ничего. Вот когда вы съехали на эту лексику, и сразу как-то нашли свой образ. А вы живете, семьи нет или что? Это такой способ отработки возражений, засыпать собеседника вопросами, да? Ваши вопросы, знаете, вот сверните их в трубочку и засуньте себе. Обиделись. Когда вы съехали на эту лексику на свою, вот это вам очень близко, и вы сразу стали как-то гармонично. Вот сейчас вы гармоничны, понимаете? Когда вы пошли тут, начали, а ваша мама там, а твоя папа. Вот это очень гармонично. И сразу все как-то на свои места встало. Продолжаем разговоры. Просто оно бесполезно, бесполезно. На самом-то деле, поняли, к вам достучаться, проще, я не знаю. Наверное, горы какие-то свернуть, потому что вы не слышите здравый смысл. Вам все равно. Вам главное, чтобы вам прислуживали. Тогда, Сергей, давайте мы с вами договоримся. Чтобы в вашем вымышленном мире вы у себя там жили и думали о том, что вы главный в этой вселенной. Хорошо? Хорошо? А когда выйдете со своего вымышленного мира в общество, когда поймете, что вы не единственный человек, существуют другие люди и другие мнения, тогда мы с вами поговорим. Хорошо? Это очень женский подход. Сама придумала, сама обиделась. Называется, сама садик я садила, сама буду поливать. Ой, беда. Ну, о чем я с ним говорю? Ну, просто, ну, просто нет слов на самом-то деле. Об одном он воду льет, об одном он воду льет. Вы в своем уме вообще, Сергей? У вас нет проблем с этим? Ну, мы уже это обсудили. Да, ну, мне кажется, что не обсудили на самом-то деле. Ответ – да, в своем уме. Сходите к врачу, пожалуйста, я вас прошу. Вот в новогодние праздники сходите к врачу. Может, ну, правда, может, у вас какой-то, ну, комплекс царя. Не знаю. Бывает. Да чего вы так обиделись, Артур? Какой комплекс царя? Да я к вам хорошо отношусь, нет. На самом-то деле, поняли? Я к вам хорошо отношусь, на самом-то деле. Вы думаете, что ваши копейки – это основной какой-то капитал? Нет, конечно, нет. Если у вас есть эти копейки, вы будете диктовать свои правила. Да нет, я просто пройду дальше, и все. Идите на все четыре стороны. Да не обижайтесь вы, Артур. Хорошую компанию, ищите людей, которые будут вам прислушивать, ищите то, что вам будет хорошо, на самом-то деле. Я совершенно не хотел вас обидеть, Артур. Я не хотел вас обидеть. Я просто пойду дальше, конечно. Ну, если не сложилось с вами, сложится с другими. Ну, добро, это бесполезно, это просто ни о чем. Давайте, удачи вам. Не видать. Кладите трубочку. Кладите трубочку, Артур. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»